Сегодня мы поговорим о простой вещи, о которой мы делали. Это мерные товары по вашим запросам. И быстренько пробежимся по кейсам, пробежимся, что с этим делать, как с этим работать. Соберем обратную связь от вас и ответим на вопросы какие-то. Давайте для начала откроем у нас товары и услуги, которые мы сделали новые. И пробежимся. Для начала покажу уже готовые товары, которые я залил, просто чтобы проще было объяснять вам, например, мясо птицы. Что я здесь указал? Самое главное, я указал единицу измерения в килограмм и указал дробное значение товара. Для чего вообще нужно дробное значение товара? Бывают такие кейсы, когда вы, например, продаете какой-то товар, например, то же самое мясо птицы, но вы точно не знаете его вес. Например, условно говоря, ктушка у вас введет килограмм, но она может у вас получиться килограмм 200, килограмм 300. Из-за этого вам приходится либо отменять заказ, либо редактировать его. Также передактирование, если возможности у нас не было. В данный момент пользователь, заходя в приложение, может получить точное понимание, пример, точнее, нечего сказать, примерное понимание, сколько будет вес товара. То есть вы можете указать, например, минимальный размер заказа для дробных товаров. Это будет, в моем примере, это один килограмм. И шаг 0,5. Для чего это необходимо? Минимальный размер заказа необходим для того, чтобы клиент четко понимал, с какого веса вы отпускаете товар. То есть, например, вы можете не продавать курицу, меньше чем 3 килограмма. И с шагом 0,5. Шаг вы также можете редактировать. Минимальный шаг будет 0,05. Это универсальная цифра. Мы посчитали, что, в принципе, 50 грамм, 50 миллилитров и 5 сантиметров более чем достаточно для минимальной величины. Опять же, для чего необходим шаг? При управлении приложением, это я вам покажу чуть позднее, человек сможет четко понимать, с помощью плюса и минуса, сколько ему накидывать. Плюс, он сможет редактировать руками. Это все округлится. Так, давайте вот на примере куры я вам показал. Сейчас я покажу вам на примере еще, например, молока. Здесь выбрана единица литры. Также выбраны удобные значения. Минимальный размер заказа 5 литров. И шаг пол-литра. Значит, что клиент сможет по пол-литра заказывать. Также для тех людей, у которых товары не только идут за килограммы, за литры, или, например, идут в перемешку, что-то человек, бывает, продает в килограммах, что-то продает в граммах. Мы добавили другие единицы измерения, такие как сантиметры, метры, миллилитры, литры, граммы и килограммы. В случае с граммами, миллилитрами, сантиметрами, а также, возможно, килограммами, вам не обязательно проставлять дробные значения товара. Это просто обозначение той единицы товара, в которой он продается, чтобы клиенту было проще понять. Дробные значения товара, в принципе, нужны для того, в случае, когда у вас может быть единица измерения меньше целого. То есть, когда вам нужно точно указать количество. Давайте ради интереса создадим товар новый и как раз на его примере быстренько пробежимся и посмотрим, как это работает. Для этого я взял как раз вот... Давайте, ладно. Картинку не будем указывать. Возьмем просто салями. Довольно такой микростроенный кейс, который многие из вас говорили. Ну, были другие кейсы. Были, например, кейсы с тканями, с напитками. Это все тоже здесь возможно. Итак, с салями. Цена за килограмм у нас будет тысячу рублей и у нас будет дробное значение товара. Минимальный размер заказа возьмем... Ну, сколько? Я даже не помню, сколько там палка. Возьмем полкило и пусть будет под 100 грамм у вас шаг. Это значит, что клиент может заказать минимум полкило салями с шагом 100 грамм. Сразу рядом с ценой указывается информация для того, что нужно отправить в интеграцию. Многие из вас работают с интеграциями, с весами и с остатками. Все это необходимо для того, чтобы правильно пересчитывалось. В интеграцию всегда уходит меньшее значение, уходит цена за один грамм. Это также уже проспиривается у нас в партнерапе. Это прописано у нас в хауп-центре. То есть это все настроено и работает. Давайте сохраним и попробуем заказать. Так, у меня здесь есть приложение. Заходим. Находим наш салями и жмем добавить. Видим, что минимальное количество товара у нас 0,5. Сейчас я все поправлю. И шаг 0,1. Также, если у вас указано здесь какой-то лимит, например, сейчас я сразу это сделаю, чтобы было бы понятнее. Давайте вот здесь настроим. Укажем количество, например, с остатков у нас 5 килограмм на складе. Сразу, давайте обратно вернемся. При добавлении салями будет указан остаток на складе. То есть при управлении пользователь сразу видит, сколько он может добавить. Также многие из вас просили, чтобы можно было добавлять руками. Поэтому он может указать, например, 4,7 килограмма. Так, давайте попробуем заказать. И посмотрим, как это можно редактировать. Переходим в заказы. И здесь очень есть важный момент, который тоже многие из вас просили. Я знаю, что вы работаете с кассовыми аппаратами, вы работаете с весами. Поэтому для указания точной цены мы даем вам возможность указывать здесь точную граммовку вплоть до грамма. То есть вы можете указать 456, например, грамм. Чтобы у вас все цифры четко сошлись везде и по чеку, и по всему. Все это пересчитается и автоматически будет отправлено. Что еще хочу сказать по товарам. Почему мы выбрали такие единицы измерения и такие шаги? Мы руководим с тем, что должно быть удобно не только бизнесу, но и должно быть удобно кастомеру, то есть пользователю приложения. Поэтому есть определенные условия в шаге. Здесь шаг не может быть меньше, чем 0,05. Как и минимальный вес. Он тоже не может быть меньше, чем 0,05. А также минимальный размер заказа должен быть кратен шагу. То есть если мы введем сюда 0,02, он у нас будет ругаться. Все ошибки эти прописаны. Все здесь, в принципе, посмотрите. Все поймете. Все должно быть понятно. По поводу других единиц измерения. Вписать сюда другие единицы в принципе не проблема. Все построено так, что работать в данный момент будет несложно. Это просто необходима обратную связь. Мы старались сделать кейсы максимально гибкими, чтобы все типы бизнеса у нас остались довольны. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Давайте пройдемся по вопросам. Так. Загрузки из Excel для товаров, как сказать, единицу измерения. По единице измерения, я думаю, мы сегодня проверим все про Excel. Я знаю, что Partner API для этого настроен уже. Для Excel, я думаю, там появится еще одно поле, в принципе, и все будет работать нормально. Я сегодня специально попрошу людей, которые занимаются выгрузками, это все настроить до конца. Так, добавьте еще временных услуг, выбор часов и минут. Что имеется в виду? Это просто вам необходимо указать, как бы, помимо грамм, килограмм, еще просто часы и минуты. Если так, то, в принципе, это несложно, и мы сможем это добавить, наверное, уже даже в следующем обновлении. По поводу нескольких единиц измерения, я не совсем понимаю кейс, для чего это необходимо, и как с этим работать. Хотелось бы узнать подробнее, для чего вы хотите это использовать. Вообще, в целом, мы очень много работаем с обратной связью во всех чатах, во всех формах, оставляйте вообще пожелания в этой форме. У нас их даже две, по-моему. Мы их еженедельно рассматриваем, оцениваем и берем работу. Например, литры килограмма. Я пока не могу представить себе кейс, товар, у которого нужен и литр, и килограмм. коллеги, я правильно понимаю, вопрос заключается в следующем, можно ли в рамках одного магазина использовать разные единицы измерения. Дмитрий уже показал, что в магазине могут быть разные товары, и у каждого товара создается свои единицы измерения. То есть, если в магазине продается молоко и курица, молоко создается с единицы измерения литры, курица с единиц измерения килограмма. Да, система настроена специально так, что единица измерения привязывается именно к товару, чтобы в одном товаре, кстати, я как раз это и показывал сегодня, то есть, в данном в данном бизнесе представлено и мясо птицы с дробным значением товара, в этом же магазине представлено молоко с литрами, с дробным значением товара, в этом же магазине представлена куркума в граммах, но без дробного значения, потому что я уже знаю, что есть такие бизнесы у нас. И также здесь, например, классическая схема, представленная самоса с вариантами в штуках. Пожалуйста, тоже как бы любой вид товара вы можете у себя в магазине размещать с любой единиц измерения. Никаких ограничений здесь нет. Если по вот этому вопросу остались какие-то еще непонятные моменты, напишите, пожалуйста, чтобы мы убедились, что максимально понятно, что в одном магазине можно использовать разные единицы измерения. Если EDS Business выбрал язык, английский измерение будет на латинице. Ну, у нас все языки всегда переводятся, точнее, у нас все переводится на все языки, поэтому никаких проблем с этим быть не должна. Супучий материал, песок, гравий, чернозем, неудобно, можно в тоннах. В принципе, система построена так, что добавить какие-то единицы не проблема, просто все зависит от количества запросов и необходимости. Понятно, что там, если у нас, друг говоря, один бизнес такой на все компании, это не будет первоначально, первостепенной задачей, но в целом добавить вообще не сложно. Так, все какие-то вопросы? Рыба может продаваться за штаг в один вид товара, можно и добавить и штуки килограммы, но это довольно сложный кейс и редкий, мне кажется, но пока я не вижу, честно говоря, смысла в этом. вы как бы либо продаете либо в штуках, либо в килограммах. Ну и в принципе, даже я не могу представить, как это пользователю нормально объяснить, чтобы у него это все было прозрачнее. Вообще, при любой разработке фичи мы всегда очень большое внимание уделяем конечному клиенту, который пользуется приложением. Если он не поймет, как заказать у вас, в итоге заказа не будет именно у вас, а не у пользователя. Правильно понимаешь, что при получении заказа мы его корректируем по факту получившийся вес и клиент приходит информация о итоговой стоимости заказа. Да, мы специально это сделали, потому что мы знаем, что у вас бывают такие кейсы. Специально был настроен только в редактировании, просто потому что если вам будет клиент условно говоря писать какие-то там граммовки, вы, конечно, это можете настроить, чтобы вам клиент присылал условно говоря килограмм 650 грамм. Но будет ли вам самим это удобно обрабатывать? Это работает только на онлайн заказ. Как работа указа при оффлайн покупке? При оффлайн покупке я думаю у вас есть классическая цена по чеку. Вы вводите просто сумму итоговую, она у вас пересчитывается по проценту скидки. На оффлайн покупку в принципе вообще никаких проблем быть не может потому что там есть всего лишь две переменных это сумма покупки и процент скидки. При загрузке карточку товара несколько вариантов покупатель в приложении может выбрать только один из вариантов. Добавьте возможность современного выбора нескольких вариантов, карточка пицца маргарита большая средняя маленькая клиент заказ сразу большую и маленькую это удобно. В принципе это и сейчас возможно возможно просто стоит немножко доработать интерфейс просто сделать немножко удобнее но запретов становится на этот паром никаких нет. Можно заказать и большую и маленькую. При онлайн оплате через Cloud Payments клиент оплачет после корректировки стоимости заказа. Недавно мы ввели именно для этого оплату постоплату онлайн. Эта настройка также вышла вы можете почитать о ней на Help.UDS вы можете посмотреть ее в настройках там есть такой переключатель который позволяет клиенту оплачивать заказ после согласования что это значит давайте мы его выпустили но я вам не успел рассказать сейчас наверное покажу настройки интернет магазин с позовой оплаты у меня здесь к сожалению нет потому что нет онлайн оплаты подключенной на моей компании в целом что дает эта настройка у вас при заказе все заказы клиенток через Cloud Payments будут попадать во вкладку заказа во вкладку новое и со статусом это будет подтверждение что вам необходимо сделать вам необходимо зайти в заказ при необходимости его отредактировать и будет клавиша готов к оплате после чего этот заказ попадет выжидает оплаты клиент получит пушку о том что ему необходимо произвести оплату после произведения оплаты заказ опять попадет в новое дальше вы спокойно можете его уже обрабатывать также в данный момент мы знаем что некоторые заказы вы хотите переводить из статуса онлайн в офлайн и данные задачи мы уже продумываем возможно что такое уже в ближайшее время расскажи подробнее вот эту историю с переводом из онлайн в офлайн прям ситуацию из онлайн и офлайн в данный момент в чем заключается проблема из-за того что у нас отключили Apple Pay насколько я помню ну и в целом многие клиенты после того как заводят заказ они не хотят его пересоздавать и заказ например уже оплатили и например он ожидает оплаты а клиент его не оплачивает для таких клиентов мы хотим дать вам возможность переводить эти заказы из онлайн оплаты в офлайн оплату обратно конечно мы вряд ли это дадим делать но в одну сторону у вас будет такая возможность сделано для чего для того чтобы клиент не отваливался на этапе создания нового заказа то есть мы получаем вращение о том что клиент пытается платить онлайн но из того что Apple Pay и Google Pay перестали работать на территорию России эти заказы просто лежат и нет никакой возможности не у клиента точнее у клиента есть возможность оплатить но вот ему лень ведь он просто а предприниматель нет возможности отработать этот кейс и даже если он связывается с клиентом потом этот онлайн заказ просто висит его нужно либо отменять просить создать новый заказ и чтобы такой ситуации не возникало мы разрешим эти заказы переводить в оффлайн оплату или в альтернативный способ оплаты чтобы эти заказы доводить до закрытия вот еще вопрос от Артема Васечкина оплаченный заказ можно ли редактировать? оплаченный заказ редактировать нельзя связанно это с тем что клиент уже оплатил какую-то сумму здесь нужно либо делать возврат этой суммы либо брать какую-то разницу для того чтобы брать разницу необходимо выставлять новый счет данный функционал у нас пока нету и я не знаю насколько планируется но все зависит от того от ваших запросов мы вообще в любой задаче в любом добавляем любой фич в любом наполнении мы отталкиваемся от аналитики которые у нас есть от количества пользователей которые этим пользуются и от количества запросов которые опять же я говорю мы обрабатываем каждую неделю на основе формы обратной связи все это мы читаем мы также плотно работаем с отделом модерации с отделом внедрения все это от них собираем и берем в работу почему так долго потому что некоторые задачи то есть например задачу с мерными товарами мы получили еще до нового года но у нас есть уже расписанная задача на месяц вперед у нас есть какие-то ну как бы система она не простая то есть если что-то мы делаем это можно тронуть другие моменты вы можете заметить что например при разработке мерных заказов мы переработали интерфейс мы переработали как раз сделали онлайн оплату после согласования просто чтобы когда она вышла все стабильно работало планируется делать возвраты по заказам онлайн насколько я знаю Сергей поправь меня насколько я знаю там у них собственный интерфейс есть какой-то у кого поимутся для этого да по личному кабинете cloud payments можно нажать на кнопочку и деньги вернутся пользователю на карту вот наверное вопрос заключается в том что может будет ли какая-то плотная интеграция чтобы отменяя заказ UDS бизнес деньги автоматически возвращались на карту пока такого в планах нет а как за баллами то есть баллы были при отмене операции на секунду я знаю всегда возвращается обратно все пересчитывается если операция не была завершена это все все тоже возвращается если баллы списываются только если операция была завершена если вы ее не завершили баллы пользователи не списываются вопрос я видел вопрос когда запустится но его уже отменили все уже запущено все уже работает welcome да все уже работает статья на хелпи обновлена по-моему статья по интернет-магазин тоже обновлена так что в принципе вопросов мне кажется не должно остаться но в любом случае мы ждем от вас обратной связи я уверен что что-то мы могли не учесть так всегда бывает у нас очень много разношортного бизнеса поэтому мы делаем всегда стараемся максимально гибко чтобы было легче вопрос еще два вопроса подкатегория есть вариант товара невозможность поменять единицы измерения по получению штуки надо килограмм да для если у вас выбраны один измерения любая другая кроме штук варианты товара недоступны мы посмотрим конечно почему мы это делали просто чтобы пользователю конечно было удобнее но возможно если товар не дробный нужно вернуть варианты это тоже мы можем доработать единицы измерения час Сергей Панов спрашивает единицы измерения час добавить не проблема возможно будет сложность если вы хотите какую-то там дробную чтобы условно говоря у вас там был час но у человека списалось там 57 минут вот с такими вещами конечно наверное мы в ближайшее время не планируем делать потому что это очень такая редкая на мой взгляд ситуация но добавить просто единицу измерения час и минута вполне быстро и если мне кажется мы соберем эти единицы в ближайшую неделю и уже через неделю мы в принципе можем выкатить давайте дальше Руслан Артем спасибо за ответ вы нам сейчас помогаете Степанов пишет видеообзоры товаров в будущем можно ли будет загружать вопрос не по теме пока такого функционала не планируется то есть максимум по интеграции ссылка на YouTube в описании ссылку еще можно сами видео это в принципе это хранение информации это пока не планируется это не профильный функционал который в то же время может очень дорого стоить с точки зрения продукта а мы не хотели удорожание продукта потому что это противоречит нашей миссии поддержка среднего бизнеса Евтушенко Наталья бизнес закрывает за продажу часа нет смысла списывать минуты если действительно много запросов по поводу добавления времени в качестве измерения рассмотрим этот вариант пишите пожалуйста обратную связь спасибо еще раз повторю Дмитрию то что спасибо за обратную связь спасибо за то что помогаете нам делать людей лучше отдельное спасибо хотел бы сказать фокус группе по весовым товарам которые нам все эти месяцы помогало сделать функционал давал обратную связь качественно спасибо вам огромное будем дальше делать такие вебинары которые будем рассказывать о том как работает наш продукт появилась уже во вторник 19 апреля будет вебинар с участием наших партнеров евгений козлов юлия рыжакова евгений гвадрахманова будем обсуждать функционал тегов как он уже сейчас используются в разном бизнесе какие теги используют разные бизнесы и как конечном счете этим пользоваться и какой результат для бизнеса приносит все обсудим на реальных примерах вот и также хочется сказать что буквально через две недели функционал тегов появится в партнере API так что можно будет на уровне интеграции с кассовыми системами тоже присваивать теги управлять тегами и какие-то решения на основании тегов принимать так что ждем вас 19 апреля во вторник в 10.00 в московское время на следующий вебинар спасибо большое за участие спасибо всем хорошего дня ходить еще спасибо